Итак, приветствую вас, друзья! С вами снова Антон, канал Акваферма, и этот ролик будет посвящен такой интересной, на мой взгляд, теме, как вариации цвета у рыб, а конкретно осетров. Смотрим. Передо мной сейчас вот в этой емкости находятся несколько представителей, скажем так, нестандартной окраски. В данном случае это один, это гибрид, это бестер, белуга на стерлить, а второе, это чисто кровная стерлядочка. В отличие от такого характерного цвета для них, то есть это такой темный цвет с беленькой такой полосочкой, вот сейчас на ваших экранах видите, как стандартно выглядит обычно стерлить, да? Эти особи отличаются тем, что они абсолютно белого цвета. Это альбиносы. Сейчас, кстати, есть возможность сравнить, как выглядит вот эта вот стерлядочка альбинос сейчас, потому что на моем канале есть ролик двухлетней давности, с лишним даже, когда весом она была буквально там грамм 200, наверное. Сейчас ее вес намного больше. Сейчас она уже весит что-то в районе двух килограмм. Выглядит уже, конечно, совсем по-другому. Можно увидеть, что плавнички у нее немножко, скажем так, немножко неровные края имеют. Это вызвано тем, что она у нас не очень удачно в зиму пыталась уйти, не понравилась ей холодная вода, поэтому экстренно ее оттуда спасали. Но это отметины остались после этого стресса. Значит, о чем здесь хочется поговорить? Ну, в первую очередь, почему, собственно, та рыба темная, а эта рыба светлая? Отвечаю на этот вопрос. Данные осетры являются альбиносами, причем нужно понимать, что альбиносы бывают разными. Бывают альбиносы именно, скажем так, чистые альбиносы, когда мы вообще видим вид, который не вырабатывает меланин в принципе. У такого вида, так как нет меланина, у него даже глаза будут красные, потому что это капилляры. Мы будем видеть их, а не непосредственно этот пигмент. Поэтому цвет будет белый. У таких осетров, как вы, наверное, понимаете, икра будет не черного цвета, потому что меланина нет, а икра будет золотого цвета. Считается, что это как раз самый-самый дорогой продукт в мире. Это как раз икра альбиноса в белуге. То есть это большая черная икра. Ну, только она не черная, а, соответственно, золотая. И такая икра стоит самых больших денег. То есть считается, что икра получена от такой рыбы, это является самой такой там the best of the best, лучшей из деликатесов. Такое происходит достаточно редко, потому что данная мутация, она рецессивна. То есть такая мутация происходит нечасто. Но существует способ взять, скажем так, и вырастить до половой зрелости маму и папу. Если они оба альбиносы, с высокой вероятностью мы получаем в потомстве уже значительно больше этих самых альбиносов. И таким образом можем, например, специализировать хозяйство на выращивании, как вариант, только, например, икры вот такого вот золотого цвета. Если на это будет там некий покупатель, то, возможно, это даже будет иметь какой-то интерес. Вариантов, на самом деле, цветовой окраски осетровых довольно много. То есть как альбиносы, они могут быть чистыми альбиносами. То есть вот прям вообще, вообще меланина нет. Так и, скажем так, альбиносами на какую-то часть. То есть это может быть либо просто светлая окраска, либо там очень светлая окраска. Вариантов очень много. Кроме этого, существует огромное количество разных других мутаций, которые будут влиять на цвет. Причем это ведь относится не только к рыбам, а в принципе к живым существам. То есть это относится к змеям, это относится к млекопитающим, в том числе и к людям относится. То есть есть, например, там варианты, когда не вырабатывается там красный пигмент. Есть варианты, когда не вырабатываются там какие-то другие цвета. Достаточно много разных вариантов. Все это несложно видеть в живой природе. Такое встречается довольно часто. Это зачастую помогает организмам выжить, потому что, например, когда, ну я не знаю, меняются, например, резко условия окружающей среды, и какая-то одна особь имеет вот эту мутационную окраску, она может получить конкурентное преимущество, потому что ее, например, будет не видно на фоне изменяющейся окружающей среды. Хищники не будут ее видеть. Ну там условно все стало черное, а там бабочки были белые. И тут одна какая-то бабочка, у нее мутация, и она черная. Естественно, черную бабочку хищники не видят, она выживает, дает потомство. А белых быстро очень склевывают. И мы получаем, что естественный отбор поддерживает эту мутацию, и, соответственно, цвет меняется. Ну, собственно, поэтому в природе так много разных окрасов. Но вернемся к альбиносам. Альбиносам мало здесь повезло, потому что зачастую яркий цвет, он значительно меньше спасает от естественных врагов. В природе осетры, которые являются альбиносами, они имеют крайне мало шансов на то, чтобы выжить. Поэтому, собственно, в природе их и увидеть практически невозможно. А в наших индустриальных условиях есть возможность. Вот у меня на хозяйстве всего несколько таких рыбок. Сейчас вот вы уже, я думаю, что за это время успели достаточно внимательно их осмотреть. Обе эти рыбки – это девочки. Ну, я их держу для того, чтобы, надеюсь, что когда они созреют, получить там эту икорку, и попробовать провести какие-то скрещивания, возможно, получить каких-то интересных цветовых гибридов. В общем, это больше такой не коммерческий интерес, а научный. В общем, про альбиносов то, что хотел, сказал. Потому что были, во-первых, комментарии в ролике о том, как там поживает сейчас ваша рыбка альбинос. Ну, вот, решил снять, во-первых, ролик, чтобы показать, как она поживает по прошествии двух лет. Ну, а кроме того, так пару слов рассказать о цветах и окрасе. По мне, осетры, которые имеют вот такой светлый окрас, они, на мой взгляд, очень красивы. И, ну, мне кажется, что имело бы смысл поработать над этим для того, чтобы, например, у людей там в аквариумах или в прудах плавала такая красивая рыба. Собственно, это то, чем занимаются японцы уже много столетий с карпами кои. Кто как бы знаком с аквариумистикой, знает, что там в зависимости от окраса этого карпа кои, цена там может до безумных каких-то цифр доходить. Именно потому, что вот редкий окрас, это очень ценится людьми. Ну, собственно, вот то, что хотел рассказать вам про альбиносов и про разницу в цветовых окрасах, и на что это влияет, у осетров рассказал. Надеюсь, ролик был полезен, что-то новое для себя узнали. До новых встреч, всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok